Хоть трон под ним и пошатнулся, государь футбольного мира Йозеф Блаттер устоял. В последующие четыре года править футболом будет снова он. Как только огласили результаты выборов, государь заявил о готовности к бою. Я беру на себя ответственность вывести FIFA на правильный курс. Вместе нам это под силу, и я убежден, что мы это сделаем. Вместо революции во дворце театр. Требования об отставке и резкая критика в адрес FIFA ни к чему не привели. Хоть в первом туре Блаттер и не набрал необходимых двух третей голосов. Но даже Мишель Полотини, глава Европейской футбольной ассоциации УФА, оказался бессилен против большинства малых, небольших, но многочисленных футбольных союзов. Здесь, в зале, можно было видеть, какой была реакция после оглашения результатов голосования. Особенно много сторонников УЗПа Блаттера было из Азии и Африки. А те, кто Блаттера на голосовании не поддержал, сразу ушли в тень. И лишь немногие по-прежнему занимают критическую позицию. Как можно продолжать так работать? Я этого не понимаю. Блаттер говорил, что вернет корабль в гавань или что-то вроде этого. Но абсолютно то же самое я слышал уже 4 года назад. Только сейчас все еще ужаснее. Как ему вообще можно верить? Думаю, для Блаттера такая большая позиция уже своего рода шок. Но нельзя забывать, что из-за кумовства у главы федерации есть колоссальные преимущества. Но есть и другие мнения, которые указывают, что против всей ФИФА никаких обвинений выдвинуто не было. Удивительно. Все только и говорят об обвинениях в адрес ФИФА. Но речь идет не о ФИФА, а об отдельных лицах. И если вы меня сегодня в 22.08 спросите, где пройдут следующие чемпионаты, я отвечу – в России и в Катаре. Блаттер, переизбранный на пятый срок, уже озвучил свои планы. В частности, то, как он собирается восстанавливать подмоченную репутацию ФИФА. Публично он своих критиков простил. Но вряд ли он их забудет.